Всем привет! Сегодня особенный выпуск Коменшоу, потому что у нас сегодня особенный гость. Это Лука Катани, спортивный директор футбольного клуба «Московский Спартак». Лука, добрый день. Привет, Лу. Здесь Нобель, здесь Роман. Меня по-прежнему зовут Денис. Никита Баженов сегодня вместе с нами. И мы в особенном месте. Мы находимся на стадионе «Спартака. Открытие арены». И здесь теперь работает «Винлайн-клуб». Это действительно изысканная история, потому что здесь можно посмотреть матчи «Спартака» вживую, потому как доступ на стадион раз. Во-вторых, здесь невероятная кухня. Здесь будут розыгрыши призов, развлекательные программы. Кстати, здесь в «Винлайн-клубе» можно посмотреть и выездные матчи «Спартака». Так что приходите сюда на открытие арены «Винлайн-клуб» и наслаждайтесь игрой. Остальное за «Винлайн». Мы, кстати, оставим ссылку в описании. Это тоже обязательно. Сегодня мы будем говорить очень много, естественно, про российский футбол, про «Спартак» в частности, потому что всем интересно, что происходит внутри команды. И Лука как раз любезно выделил для этого время. Ну, поехали. Лука, «Спартак» — самая обсуждаемая команда в России. Мы знаем, что вы курите. Скажите, после начала вашей работы со «Спартаком» стали ли вы курить больше? Работа с «Спартаком» интересная, но нервная. Да, разумеется. Практически в два раза. Да, но это нормально. То есть не нормально. Что я говорю? Я знаю, что в этом плане я плохой пример для подражания, но бывают моменты, когда нам всем нужно какое-то средство для снятия стресса. И с этой точки зрения сигареты прекрасно подходят в любой ситуации. Я ничего не могу с собой поделать. Да, я вижу, что курю больше, но что тут поделаешь. Я не могу больше, но это нормально. Лука, ну по поводу стресса. Сейчас время действительно непростое. Много стресса, связанного с событиями, которые происходят. Но они, соответственно, на футболе. Потому что много игроков из «Премьер-лиги» уехало. И, собственно, ваша фигура тоже очень интересна. Давление. Есть ли на вас и страны из Италии? Например, мы знаем примеры разных тренеров РПЛ. И те же «Легионеры». Да, из «Спартака» уехал. Айртон и Ларсон. Но при этом вы сохранили почти весь костяк. В отличие от того же «Краснодара» или «Рубина». Да, эта ситуация возникла не по нашей вине. Теперь мы живем вот в таких условиях. И я думаю, что нужно подойти к этому максимально прагматично. Я сразу поговорил с нашими «Легионерами», поговорил откровенно. На самом деле объяснить ситуацию оказалось не так уж и сложно. Именно иностранные игроки первыми поняли, что мы находимся в безопасном месте. Живем в замечательном городе. У Москвы много плюсов не только по сравнению с другими российскими городами, но и с мировыми столицами. Но все равно проблемы были. Некоторые игроки решили из лиги уйти. У нас была пара ситуаций. Ладно, не пара, полторы. Во втором случае, все не настолько серьезно. Но это касается не только «Спартака», но и других команд. Возможно, в других командах таких ситуаций будет больше. Наша задача — быть готовыми к тому, чтобы такие проблемы решать. Да, мы потеряли Айртона и Ларсона. И да, это не очень хорошо для команды. Но мы пытаемся демонстрировать, что клуб все равно может играть. И в таких обстоятельствах, несмотря на уход некоторых игроков. Вы говорите про игроков. Да, лично о вашей фигуре. Есть ли на вас какое-то давление из Италии, например? На меня? Нет, на меня вообще никакого давления не оказывается. Только родители звонят и спрашивают, как тут дела, опасно ли, и могут ли возникнуть какие-то проблемы. Честно говоря, мне не приходило в голову мысли об отъезде из России. По сравнению с другими людьми, я в меньшей степени смотрю новости. Я в основном интересуюсь новостями про Спартак, а не тем, что происходит за рубежом. Лично на меня никто не давит. Никто не требует, чтобы я уехал из страны. Здесь со мной обходится по-доброму. Очень хорошо. Кстати, я был приятно удивлен таким отношением. Русские очень хорошо ко всем относятся, не только ко мне. Я говорю в целом об отношении людей. В такой ситуации, стратегически, сейчас вам, как спортивному директору, важно сохранить легионеров, которые остались в московском Спартаке, или, понимая всю неоднозначность ситуации, как можно выгоднее их продать? Сейчас мы подошли к главным — результаты. Если есть результаты, тогда будет легче убедить одних игроков остаться, других продать подороже. Тут все просто. В футболе результат определяет все. Можно спланировать любую стратегию, но без нужного результата на поле она сама по себе не приведет к успеху. Честно говоря, я ничего не боюсь. Если сложится ситуация, когда кто-то из игроков решит уехать из России, ну что ж, я буду работать еще усерднее и найду других игроков на замену. Но это если мы говорим о легионерах. Я предлагаю поговорить еще и о российских футболистах, потому что Нобель в наших эфирах неоднократно отмечал вашу работу по продлению контрактов с целой группой футболистов, имеющих российский паспорт. Но среди них до сих пор нет Зелимхана Бакаева. И это один из самых часто обсуждаемых вопросов во многих программах и среди болельщиков. Собирается ли «Спартак» продлевать контракт с Бакаевым? Я добавлю, если можно. Я знаю, что в этой ситуации очень такая неоднозначная позиция. «Спартак» готов продлить или отказываться от него, хотя, условно говоря, время остается меньше двух месяцев? Продавать? Нет, нет, нет. Конечно нет. Во-первых, сейчас весна. Остается еще несколько игр. Понятно, что сейчас, на этом этапе сезона, сложно продлевать контракты. В этот момент игроки должны думать исключительно о тренировках и об игре. Начинать переговоры о продлении контракта сейчас вряд ли стоит. Обычно это не приводит к успеху. Это не только моя точка зрения. Это общая практика в футболе. Весной стараются не начинать переговоры о продлении контракта. По поводу Бакаева, я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что мы не будем продлевать контракт с Бакаевым. Но это особая ситуация, и нужно еще подождать. Да, он действительно хорошо себя показывает, прогрессирует. Мы видим его отдачу не только на поле, но в целом, как он ведет себя на тренировках в течение недели. Сегодня Бакаев — это очень важный игрок для «Спартака». Но мы должны найти просто правильный момент для обсуждения контракта. И нужно понять, чего хочет сам игрок. для «Спартака». Но мы должны найти правильный момент для обсуждения. И также мы должны узнать обеспеченности игроков. Просто здесь со стороны очень сложно понять, почему вы не продлили с ним контракт с зимой, когда переподписывали соглашение с другими футболистами. Ведь Бакаев — это хороший актив, игрок с российским паспортом, достаточно высокого уровня, который может играть хорошо. То есть даже было бы аналогичнее его продлить и продать, если он вдруг «Спартаку» не нужен, но не отпускать бесплатно. Тем более, вот вы говорите по поводу «Весна — не лучшее время». Но есть пример, когда можно от игрока отказаться, как, например, извиняюсь, история «Ивентуса» и «Дибалы», когда сказали, что все, мы игрока не продлеваем, и он летом свободный агент. Здесь похожая история. Плюс в контексте того, что сказал Рома Зимы, я знаю, что его агент Герман Каченко не раз говорила о хороших отношениях с вами, таких рабочих, но при этом предложения даже зимой вы не делали. То есть почему? Как я говорил, моя позиция неизменна. Начинать переговоры зимой было бы не совсем правильно. Вот сейчас вы привели пример с «Дибала». Хороший пример. Он как раз подтверждает мою позицию. Как те переговоры с «Ювентусом» закончились? Отрицательно. Поэтому не в моих правилах начинать переговоры, если шансов на положительный исход мало. Я начинаю дела тогда, когда уверен в победе. Очень простой принцип. Поэтому, пожалуйста, давайте пока ничего не будем менять. поверьте мне на слово. Я... Я всегда открыто говорю с Бакаевым. Пусть сейчас ситуация нормализуется. Я очень доволен вкладом игрока в жизнь клуба. Но, на мой взгляд, чего-то... чего-то не хватает. И как только это появится, тогда все решится за две минуты. Вот увидите. Но в жизни бывают ситуации, когда договор не продляет. Мы, кстати, продлили уже очень много договоров. Я беру ответственность за все. Безусловно, мне пришлось расставлять приоритеты. Когда я пришел в «Спартак», было очень много важных игроков, у которых заканчивался контракт. А времени было мало. Мне не хватало рук на всех. Скажу честно, мне было важно, чтобы в «Спартаке» были 18- и 19-летние игроки. Будущее «Спартака» через 10 лет. Поэтому с этой точки зрения я беру на себя ответственность и сначала продляю договор, скажем, Литвинова, а потом уже других. Это нормально. Такова специфика моей работы. Приходится принимать решения. В любом случае, я никогда не говорил, что мы не хотим продлевать контракт с Бакаевым. Лично я считаю, что с ним у меня сложились чуть ли не самые тесные отношения. Но продление контракта — это отдельная тема. И, как я сказал, для этого нужно, чтобы многое совпало, много разных компонентов. Это касается и самого игрока, и его тоже. Господин Катань, у меня вопрос. Вы только что вспомнили про будущее «Спартака». И что вы считаете, что такое будущее «Спартака». Вы понимаете, что «Спартак» — это особенная команда своим лицом, со своим определенным стилем. Эти молодые ребята, кого вы подписали, до них доносят, что это такое, что это за стиль в команде, как они будут играть. То есть команда «Спартак» раньше играла, ее видели и понимали по ее стилю. Даже если поменять форму игроков, но болельщики сразу видят, это «Спартаковский стиль», это «Спартаковская игра». Мне хотелось бы спросить, вообще доносит ли до молодых потому что на данный момент не всегда понятно, во что команда играет. Я извиняюсь за резкость, но для меня это важно как одной из частичек «Спартака», потому что я здесь был, я такой же пришел маленький ребенок сюда, я впитал в себя это. Теперь мы понимаем, что такое «Спартаковский стиль», а мне кажется, сейчас немножечко мы отходим от вот этих истоков хороших. По этому поводу могу сказать вот что. к этому нужно подходить очень аккуратно. Вот вы сказали про стеночки, забегание. Но это очень сложный стиль, подходит не для всех ситуаций. Давайте я расскажу о своих ожиданиях. В прошлом и, может быть, в какой-то степени сегодня, «Спартак» теряет очки без достаточной борьбы на поле. Я не хочу сказать, что игроки не полностью отдаются, но я хочу сказать, что иногда игроки не могут преодолеть возникающие перед ними сложности, в том числе с точки зрения физики. Мне бы хотелось, чтобы у них появился этот дух. Понятно, что нам нужны качественные и дисциплинированные игроки, демонстрирующие правильные отношения. Но еще эти игроки должны быть готовы чем-то пожертвовать с точки зрения физики, работать с очень высокой степенью интенсивности. Возьмем, к примеру, игру с «Арсеналом». Мне очень понравилась игра Хлусовича с точки зрения физики. Он был выше своих оппонентов. Да, были технические ошибки с завершением голевых ситуаций, но с физической точки зрения он спокойно справлялся даже с двумя игроками «Арсенала». Вот что мне нравится от молодых игроков «Спартака». У Мяров идеальный пример того, чего я от них жду. Игроки работают, не щадя себя. Могу привести еще пример. Литвинов, Денисов. Вы все сами увидите. Попомните мои слова. Да, иногда, может быть, я слишком много говорю о нем. Может быть, нужно говорить меньше. Но за него я практически ручаюсь. Готов поставить что угодно, что у него блестящее будущее. Посмотрите на Пруцева, как он прогрессирует. Он понимает, что пока ему не могут дать слишком много времени во время матча, но на тренировках он ведет себя очень профессионально. И, честно говоря, то, как реагируют и развиваются молодые игроки, это и есть один из самых положительных результатов за последнее время. Мы удовлетворены всеми. Я думаю, что это будет главный кирпичик в фундаменте будущего «Спартака». В этом клубе много молодых игроков с российским паспортом. У всех длинные контракты. И со временем, понятное дело, отставание от других клубов сократится. Назовите мне, у кого еще из российских клубов есть столько хороших российских игроков, как у нас. Потому что в этом моменте я не знаю, в России, как много клубов они имеют так много хороших российских игроков, как у нас. А как вы считаете, почему действительно достаточно талантливых игроков, которые появились в Академии «Спартака», уезжают в другие клубы, играют там замечательно, сейчас пример Руденкова из последнего тура. Когда не возвращается «Спартак», это совсем другие игроки, которые не проходят в основной состав. В чем здесь причина? И это, собственно, достаточно давно существует проблема. Давайте я постараюсь ответить на этот вопрос в целом. Первое, что я заметил в России, это то, что здесь молодым игрокам очень тяжело сделать вот этот шаг из Академии или из ФНЛ, из второй команды, в команду основную. Есть очень большая пропасть между ФНЛ и командами в РПЛ. Иногда мне кажется, что между ФНЛ и РПЛ не хватает какой-то еще одной лиги, еще одного дивизиона. Вот прямо очень огромная разница, гигантская просто. И в результате молодые игроки сталкиваются с серьезными проблемами. У всех Академий крупных клубов есть проблема подготовки игроков для основной команды. Спартаку повезло. В прошлом сезоне появились Литвинов и Денисов. Но еще раз, я заметил эту проблему. В целом, в России не такое большое количество игроков 2003-2004 года рождения, которые регулярно играют в стартовом составе, в основных командах РПЛ. А в других странах можно найти игроков, которые родились в 2005 году, и они играют в стартовом составе. А в России есть такая сложность, и вот этот первый шаг преодолеть очень сложно. Сложно перейти сразу из Академии в профессиональный футбол. Но потом, ведь Спартак это команда с очень высокой планкой. Сложно брать на себя риски и давать шанс многим молодым игрокам. Кстати, приведу пример. Во время игры с Арсеналом у нас на скамейке был лишь один игрок, рожденный до 2000 года, рассказов. Он 1998 года. У нас было три игрока 2003 года. Шитов, Шайхдинов и Галкипер Волков. Пара игроков 2002 года и 2000. На каждой тренировке мы просматриваем игроков не только второй команды, но и даже молодежки до 19 лет. Мы пытаемся привлечь максимальное количество молодых игроков, потому что мы считаем, что нужно давать им шанс играть с другими игроками основной команды. Тогда они будут быстрее прогрессировать. стиль команды всегда ставит тренер. Если мы говорим непосредственно о процессе подготовки к тренировочным и о том, что команда показывает на поле. Никита говорил о традициях Спартака, о футболе атакующем, о футболе, подразвивающем контроль мяча. Как делался выбор в пользу Павла Баноли? То есть, правильно ли считать, что вы тот человек, который его привели в команду? И чем он вас убедил в своей готовности во сглаве Спартак, при этом не будучи главным тренером никогда в своей карьере? Вот главное основное качество, которое я искал в тренере. Нам нужен был человек, который, как и я, мог бы заболеть, загореться Спартаком. Мне бы не хотелось, чтобы тут работал человек, который бы приезжал всего на 2-3 часа. И я хотел бы, чтобы человек здесь вкалывал 11 часов в сутки. И когда я встретился с Павлом, прямо за пару секунд я увидел, что мы с ним одна группа крови. У меня в жизни такой принцип. Если я хочу быть лучше кого-то, я должен работать больше, чем он. нужно больше делать акцент на небольших деталях, нюансах, потому что именно за счет мелких деталей мы можем стать лучше других. И у него такой же менталитет. Я реализую этот принцип в офисе, а он на поле. Но со временем я подметил и другие замечательные качества Павла. фантастик квалиции в раздевалке. Например, он очень тонко чувствует атмосферу в раздевалке. Он понимает, как нужно говорить с игроками, с врачами, с руководством. Ему даже перевод не нужен. Он смотрит на игроков, чувствует их настроение, и все сразу понимает. это действительно помогает затем и на тренировках, и на поле. Им очень нравится его подход в отношении проблем. В футболе люди часто пытаются уходить от них, не видеть их, надеясь, что она их не коснется. А он, напротив, всегда готов включить рассудок и решать проблемы. Он не боится проблем. Это вызывает доверие. Я доверяю людям, которые не боятся проблем. Ваша персональная ответственность пересекается с спортивными результатами. Условно, если в А0, ну, сейчас мы видим, команда играет не здорово, и ваш выбор этого тренера, зависит, помимо того, что это ваша репутация, ваша еще и позиция в этом клубе. В А0 проваливается, вы уходите вместе с ним. В А0 чемпион, вы чемпион. Ну и плюс, именно обычно в итальянских клубах директор отвечает за все, и за выбор тренера, и в итоге за результат. То есть, как Денис правильно говорит, если тренер ошибается, отвечает директор, а не только тренер. В чем ваша персональная ответственность? Я согласен со всем, что вы только что сказали. Я отвечаю за все, и за неудачи спортивного руководства. Тут сомнений нет. Я готов понести личную ответственность в случае неуспеха команды. Ну да, такой вариант я тоже рассматриваю. Это нормально. Если ты хочешь работать в этой должности, ты принимаешь эти правила игры. А вот чтобы мы понимали, цель сделать Спартак чемпионом, создать команду, которая будет доминировать в чемпионате России, выиграть кубок. Есть какая-то конкретная цель? Или обновить команду, сделать молодой. Да, на перспективу. Ваша цель, которую поставил спортивный директор перед главным тренером? Наша задача сделать так, чтобы Спартак снова вошел в элиту российского футбола. Понятно, что это нелегкая задача. Я и не считал, что она будет простой. Для этого потребуется время, терпение, тяжелый труд. Понятно, что это не оправдывает отрицательных результатов в последнее время. Я не ищу оправданий. Я знаю, что задачи сложные, но считаю, что это возможно. Мы действительно можем вернуть Спартак в элиту российского футбола. это не обязательно означает чемпионство. Спартак должен считаться одним из лучших клубов в стране. Я уверен в успехе по многим аспектам. Понятно, что моя работа сейчас приносит лавры не мне, а тем, кто придет после меня. Может быть, не следующему спортивному директору, а тому, кто придет после него. Это футбол, я прекрасно это понимаю. Мы не нацелены на какую-то задачу в краткосрочной перспективе, потому что положение Спартака сейчас очень сильно отличается от того, как мы видим Спартак в будущем, надеясь, в ближайшем. Да, есть большой риск. Если бы мы замахнулись на быстрые результаты, мне бы пришлось сегодня прийти и признаться, что я лопух, не достиг поставленной цели. Или же я мог бы вам все красиво расписать. Да, мы поднимаемся в зону еврокубков, мы войдем в верхнюю часть таблицы. Мне было бы легче, но ведь это не так. Конечно, Спартак не заслуживает того места, где он оказался. Это самый престижный, самый популярный клуб в стране. Он заслуживает лучшего. Но я не волшебник. Я не могу за три месяца поменять все и тут же вывести этот клуб на вершину таблицы. У нас были три плохие игры в течение четырех недель. И я постоянно задавал себе вопрос. Черт возьми, что не так? Так и было. Да, безусловно. В каждом матче мы в чем-то превосходили соперников. Месяц сердился, рвал на себе волосы. Но назовите мне хоть одну игру, где Спартак играл хуже, чем наши соперники. Дважды соперникам удавалось остановить мяч на линии. В Нижнем Новгороде был этот злосчастный пенальти. Потом этот вар. Каждый матч происходит какой-то абсурд. И мы... мы остаемся без очков. И как вы ответили сами на свой вопрос? Да, да. Ответ я получил в игре против Арсенала. Наконец-то мы увидели, что наш труд был не напрасным. Иногда невозможно сразу добиться хороших результатов. Но представьте, игра в первом тайме закончилась со счетом 0-0. А мы ведь целых девять раз входили с мячом в штрафную Арсенала. Это же уму непостижимо. Невозможно объяснить, почему мы не могли выиграть. И только во второй половине мы забили и победили. Поэтому ответ такой. Нужно верить в работу, которую мы проводим. Мне очень повезло. Меня полностью поддерживает сильный клуб. У нас есть прекрасный тренер и очень хорошие игроки с высоким чувством ответственности. Джекиа помогает нам каждый день. У нас есть все предпосылки для успеха. Но в футболе возможно все. Иногда результат приходит не сразу. Но у нас есть хорошие условия. Как я и сказал, я считаю, что у нас есть хорошие предпосылки для того, чтобы вернуть Спартак в элиту. Потому что у нас хороший материал. Вы упомянули Игнатова. Многие считают, что это будущее Спартака. В принципе, я в их числе. Но у меня такой вопрос, почему он в этом сезоне так мало играет. Вчерашняя игра доказала, что он не в самой лучшей форме, но даже в ней он не делает разницу, но он очень много старается. И все делает для того, чтобы команда побеждать. В принципе, его нестандартные действия привели к тому, что команда победила. Может быть, какое-то есть недоверие определенное или может быть тренировочный процесс или может быть какие-то травмы и не знаю, не дают тренерскому штабу доверять ему больше. Может быть, вы нам как-то проясните эту ситуацию? Хорошо. Давайте посмотрим на динамику в течение сезона. В первой части Миша не играл. Потом, перед Новым годом, он нашел свое место. Потом приехал я. Ну да, я произвел переполох. Какие у «Спартака» были проблемы, на мой взгляд. У нас не хватало глубины скамейки. Я не про игроков стартового состава. В целом, игроков не хватало. Ушло четыре или пять игроков. И тогда появились хорошие игроки. Клусевич, Чернов. Они повысили соревновательный момент в команде. Из форвардов у Понце травма. Появился Николсон, у которого травмы не было и который мог играть. Поэтому на одно свободное место в нападении стало меньше. Это я про шансы для Миши. До этого мы говорили про Бакаева. Он важный игрок. Если он важный игрок, он должен играть. Потом была ситуация с Ларсеном. В общем, сложно найти место для всех. Но мы всегда верили в Игнатова. Лучшее доказательство это переподписание контракта на второй же день после моего приезда. Никогда не забуду. Минус пятнадцать, а мы встречаемся с отцом Миши, чтобы продлить контракт. Переговоры с ним тоже прошли не так легко. Но Игнатову мы доверяли с самого начала. Но это не значит, что если вы продлили контракт, вы тут же должны быть в стартовом составе. У вас есть конкуренты. Квинси, Промис, Ларсон, Бакаев. Есть бомбардири. Завоевать право выйти в стартовом составе не так легко. Но самое главное это то, как он сыграл с Арсеналом. Вот вам статистика. Сегодня мы обсуждали это с тренером. Игнатов сделал больше спринтов в обороне, чем в нападении. Это просто замечательно для нападающего. Такого обычно не бывает. Бегать быстрее в обороне, чем в нападении. Просто он умный парень, у него нужное отношение к делу, и он понимает, что нужно было сделать для того, чтобы команда победила. Лука, еще один вопрос уже лично о вас. Вы сказали, что вы загорелись спортаком, что это прям стало вашей главной идеей. При этом вы достаточно были уверены в футбол европейский интегрированный. Вы работали в Палермо, вы привозили Дебалу, работали в Париже, в ПСЖ, это большой клуб, возможно, один из самых больших сейчас. И вдруг вы говорите, что для вас главное это Спартак. Объясните, почему вы не могли остаться в Европе, вернуться в Италию, работать дальше в ПСЖ? Почему Спартак заставил вас бросить все, что было в Европе и приехать сюда? Вы пошли на повышение после Пари Сан-Жермен, приезжая в Спартак? Да, разумеется, для меня это повышение. И количество сигарет в день это как раз лучший признак этого. Абсолютно. Лука, ну если серьезно, если серьезно, вы все же работали в большом клубе, вы работали в Италии на больших должностях, при этом вы приезжаете в Россию, да, в Спартак, большая команда, самая большая в стране, но вы бросили ПСЖ, который каждый год играл в Лиге Чемпионов? Да. Буду говорить с вами откровенно, очень откровенно. Когда я уехал из ПСЖ, я еще пару месяцев боялся вот чего. Всю жизнь я ждал одного. Победы в Лиге Чемпионов. Всю жизнь. Впрочем, как и любой, кто работает в футбольном клубе. Какая у вас цель? Победить в Лиге Чемпионов. Никогда еще ПСЖ не имел таких шансов, как в этом сезоне. К ним пришли Месси, Серхио Рамос, Хакими, Вайналдум, Ноно Мендеш. И вот много раз я сидел и думал, правильно ли выбор я сделал. Ведь я всю жизнь ждал победы в Лиге Чемпионов. Вдруг вот сейчас я ушел, а ПСЖ возьмет и завоюет кубок. Но я ничего ничего не смог сделать с теми силами, которые привели меня сюда. Подход у Леонида Федуна просто фантастический. Он заставил меня поверить в то, что он именно меня и ждал. Ждал, что я приду и подниму этот клуб снова в элиту российского футбола. Я почувствовал высокий уровень ответственности. До того, как я приехал сюда, я же никем особо не был с точки зрения ответственности, а сейчас уровень ответственности гораздо выше. Наверное, это действительно вызов для меня. Знаете, этап в моей жизни давайте забудем про европейские клубы, про их бюджеты. Спартак главный клуб в мире по числу болельщиков. Не только в России, в мире. В Италии нет такой команды, у которой было бы столько болельщиков. Нет. Спартак это особенная команда. «Ивентус». Да что вы, все равно у Спартака гораздо больше болельщиков. Мы вот ездили в Нижний Новгород, как будто в Москве играли. Да, так и было. Там тоже огромная поддержка. Это нечто особенное. И вы чувствуете себя особенно. Не в плане, что ты шишка какая-то, а именно в плане высокой ответственности. Здесь очень сложно. Но если мне удастся сделать то, что я задумал, тогда эта работа запомнится мне как главный вызов в жизни. И это лучший ответ на ваш вопрос. Я первый раз услышал о том, что Спартак вами интересуется как директором. Это было, мне кажется, лето прошлого года. Вы тогда еще работали в ПСЖ, и вот вошли разговоры, что Лука Катани может перебраться в Спартак. Сколько недель, сколько раз вас уговаривал Федун, сколько раз вы здесь встречались, и когда вы поняли окончательно, да, я должен ехать в Москву. Первый раз мы пообщались после того, как у Спартака ушел спортивный директор. Но, честно скажу, у меня было очень много работы, потому что именно тогда мы в Париже подписывали новых игроков. И опять-таки я думал, может сейчас не самое лучшее время, это был конец лета. Если я приеду, глубоких изменений произвести не успею. То есть мы встретились, обсудили, потом был некий подвешенный период. Моу, хорошо, посмотрим, созвонимся. но потом я понял, для него ничего не меняется. Он хочет, чтобы Лука у него работал, он ждет, когда Лука приедет. это был для меня решающий момент. Потому что тогда я почувствовал на себе огромную ответственность. Помню, кстати, однажды мы с ним обсуждали Даниила Хлусевича. Вот, говорю, есть игрок, который мне очень нравится. Играет в тульском арсенале. Что думаете? Он говорит, да, мне тоже нравится. Федунджи тоже смотрит футбол, он его знал. На своей позиции он один из самых многообещающих игроков. Ну хорошо, я рад, что вы со мной согласны. И все. А уже на следующий день он был готов купить этого игрока. То есть у нас возникает искра. Мне нравится игрок, и ему нравится этот игрок. Мы поговорили и все. Почему бы нам его не купить? И когда ты видишь такую реакцию, это очень важно. Вот еще пример. Он никогда не спорил со мной по поводу моих предложений. Я ведь здесь не командую, я лишь высказываю предложения. Как лучше всего развивать команду, управлять всеми объектами спортивной инфраструктуры? И у меня складывается ощущение, что он действительно мне доверяет, тем более сезон такой сложный. Я обязан показывать результаты, но пока их нет. Вы часто с ним общаетесь? То есть у вас есть постоянный контакт с Фидуном, он чем-то регламентирован, или это ситуация, когда вы можете ему позвонить, он вам может позвонить в любой момент? Ну, знаете, по-разному бывает. Встречаемся один раз в неделю. Если не считать матчи, это норма, но мы можем и по телефону пообщаться каждый день. Расскажите о структуре работы спортивного директора в московском «Спартаке». Ваше решение является основным для владельца клуба по постановке задачи на сезон. Вы приводите футболистов тренеру или слушаете тренера и выбираете футболистов. Как это работает? Или игрока должен согласовать непременно с владельцем? Или вы сами принимаете решение, кого покупаете, кого нет? Насколько ценно ваше слово? Тоже бывает по-разному. У каждого игрока ситуация своя. Все зависит от ситуации. Бывает, что по одному игроку делишься мнением с тренером, по-другому с владельцем клуба. Мне не нравится делать все самому только в одиночку. Мне нравится обмениваться впечатлениями, вовлекать в этот процесс других. Мне хотелось бы вернуться к Джордану Ларсену. То есть, вы сказали, что в А0 может найти какие-то точки соприкосновения, понимание того, что произошло с футболистом. Почему с Ларсеном вот это произошло? Что именно случилось? Может, ваше какое-то мнение определенное? Потому что большинство болельщиков понимают, что это очень хороший футболист. Но на протяжении последнего года... Я добавлю, мы правильно понимаем, об этом пишут многие, что Ларсен наверное больше не вернется в РПЛ, учитывая ситуацию и то, что говорят, что он останется в Европе? Нет, не совсем так. У него есть все-таки договор, и 1 июля он должен быть здесь. Ну, а потом уже посмотрим. У Ларсена был прекрасный сезон с Тедеско. Может быть, в этом сезоне он не нашел той же формы. И когда я приехал, я уже увидел ситуацию. Она уже была не ахти. Игрок был недоволен теми матчами, в которых он играл, и позиции, на которой он играл. Он не чувствовал себя комфортно. И тогда я подумал, что в Италии мы говорим вот так. Поздравляю, сезон был отличный, но нужно работать так каждый сезон. Если у вас возникают проблемы в следующем сезоне, ну, что делать? Надо решать проблему и идти дальше? Ларсону еще и просто не повезло. Он увидел, что другие игроки стараются больше него. И тут надо в первую очередь вспомнить Бакаева. Все думают, что я против Бакаева. На самом деле это не так. Йордан оказался в сложной ситуации. на его позиции начали хорошо играть другие игроки. Например, Игнатов. И он принял решение поиграть в Швеции. Я уважаю его решение. Главное для его карьеры играть, находиться в максимально комфортных условиях с технической точки зрения. Но мы не могли со своей стороны пойти на компромисс. Что мы должны были сделать? Заставить остаться и играть? Я должен был заставить? Вспомним игру с Арсеналом. Я рад, что именно Миша сыграл. Вы согласны со мной? Это право. Да. Мы с вами полностью согласны. Да, мы с вами полностью согласны. Мне кажется, надо было это решение принимать еще раньше. Потому что видно было у Ларсена, как вы говорите, вот этого желания, которое присуще должно быть молодым и всем остальным, чтобы играть в «Спартаке». Его уже не было. Он как будто отбивал номер, но все равно его ставили в состав. Иногда забирали, например, место у других ребят, который тот же Бакаев. Плюс-минус в той же ситуации был, но он видно проявлял себя, он старался. Что-то не получается, но это не самое главное. Болельщики все простят, но вот этого желания определенного, технический брак, я знаю, даже тактический брак. Но когда человек не отдается на поле, а по Ларсену это было заметно, тогда болельщик говорит, что нет, наверное, заставлять никого нельзя, особенно в этой команде. Никогда такого не было и не будет, я надеюсь. Ситуация сложная. Мне очень нравился Йордан как игрок. Да, я уважал Йордана как игрока, но такова ситуация в Спартаке. У нас было шесть нападающих, а мест для них три, как в ЦСКА. Даже два места. Мы играем три-пять-два. Поэтому конкуренция высокая. Нужно очень стараться, чтобы играть на поле. Я никогда не рассматривал Йордана как негативное влияние в команде. Никогда. Интеллигентный, всегда улыбается, ко всем относится с уважением. Очень хороший человек. Но я понимаю, что он страдает. Ему не нравилось, что он не играет. Но я согласен с Ваноли. Он же давал ему несколько шансов. несколько шансов. Иногда он хорошо играл, как с Кубанью, а иногда нет. Помните, меня спросили про Понце. Я сказал, мы же не можем ждать всех игроков. Мы должны принимать решения. Когда он полностью восстановился после травмы, меня спросили, почему мы отказываемся от Понце. Примерно то же самое с Ларсеном. Он сам решил уйти из «Спартака». Но так сложилась ситуация. Все было просто. Были другие игроки, которые работали больше, чем он. Больше. И, как я уже говорил, я рад, что против «Арсенала» сыграл Игнатов. Благодаря ему, в том числе, мы и выиграли. Потому что также благодаря ему мы победили. К фигуре главного тренера. Лука, скажите, сколько человек претендовало на пост, который в итоге занял в А0? Кандидатов было мало. Сколько? Один? И все были итальянцы? Был еще один итальянец. Четыре. Все были иностранцы? Русских кандидатов не было. Вы довольны тем, как сейчас работает 2.0? Я? Конечно, я доволен. А почему вы спрашиваете? Что вы видите? Результаты его работы? Опять про результаты. Извините. Давайте проанализируем те игры, где мы оплошали. Как мы проиграли против ЦСКА? С ЦСКА все было понятно. Мы проиграли, но играли лучше их. с ЦСКА не не сильно лучше, но лучше. Если выбирать, мне кажется, Спартак точно играл лучше. Но в футболе такое бывает. Ничего не поделаешь. С Краснодаром? Давайте вообще не будем вспоминать игру с Краснодаром. Согласны, что обсуждать не стоит? перейдем к игре с Нижним Новгородом. Почему? Потому что мы много забили. Очень много забили в этой игре. И проиграли 4-3. Проиграли 4-3. Забили 4, но проиграли. А в Нижнем Новгороде я вообще так и понял, что произошло. Мяч не пересек черту, мы всю игру атаковали. С Локомотивом то же самое. Но мы заслужили поражение. Я сказал после игры, Локомотив был лучше. Он заслужил победы. Но в остальных играх, даже если мы не показываем результат, мы все равно показываем что-то хорошее. Вы хоть раз видели, что команда в кризисе разваливается? После прихода в АНОЛе? Отвечу за вас ни разу. Вот если взять рейтинг по соотношению между созданными явными голевыми моментами у чужих и своих ворот. В России первое место у Зенита, на втором идет Спартак. Нам поворотом наносят в матче по одному удару. Но что тут говорить? Посмотрите в матче с Арсеналом, мы постоянно входим в штрафную и никак не можем забить, довести дело до конца. Лично я считаю, что совершенно очевидно, что Спартак никогда не производит впечатление команды, которая потеряна, которая не знает, что делать на поле. Каждый раз мы доказывали, что мы лучше, чем другая команда. Но этого было недостаточно, потому что для того, чтобы победить, нужно что-то еще. да, мы потеряли очки, но с самого начала с игры против ЦСКА лично я всегда был уверен, что мы на правильном пути. Как можно обсуждать работу в А0 по игре с Краснодаром? Даже если мы попытаемся повторить эту игру, это будет невозможно. Просто невозможно повторить эту игру. Если Квинси еще раз попробует повторить тот пенальти против Нижнего Новгорода, у него ничего не получится. Кто бьет лучше Квинси? Покажите мне. Фантастика какая? Такое может случиться только один раз в жизни. Хороший вопрос, да, хороший вопрос. В Спартаке какое-то время назад работал другой помощник Антонио Конте Массимо Каррера. Собственно говоря, Спартак при нем и стал чемпионом. Когда вы принимали предложение Спартака, вы контактировали с Массимо? Я? Нет. А Пауло? А Ваноле? Контактировали с Массимо, когда уже вы его пригласили в Спартак? Нет, 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 нет. Лично я ничего не спрашивал у Массимо. Как спортивный директор вы должны заниматься клубом и не отвлекаться на то, что происходит в игре с точки зрения судейства. Как вы двумя словами опишите ситуацию с рефери в нашей стране? Можно русскими. Во-первых, я уважаю всех, кто работает в этой области. Они могут совершать ошибки. Кто не совершает ошибок, либо гений, либо тот, кто ничего не делает. Очень просто, да. У них очень сложная работа. Нам очень сильно не повезло в некоторых ситуациях. Но я вообще хочу об этом забыть и не думать, что это произошло только из-за судейства. Мы отвечаем за свою игру. судейства. Я должен говорить за себя и за игроков. Мы не можем постоянно ссылаться на судейства. Нет, игру проиграл Спартак. Была какая-то проблема. Директор был мудак или что-то. Ну, да, игроки должны играть лучше. Мы должны отвечать за свои действия. И с этой точки зрения у нас отличные игроки. Они готовы брать на себя ответственность. В данный момент все может произойти. Ведь это проблема не только у Спартака. Это проблема российского футбола в целом. Почему я должен это анализировать? А представьте, если бы все судьи обсуждали мои ошибки. Я их уважаю. Это их работа. Я знаю, что они могут совершать ошибки. Я просто надеюсь, что на них нашло какое-то короткое затмение. Лука Каттани. Я уважаю их. Я знаю, что они могут совершить ошибки. Я надеюсь, что это был только короткий момент. Лука, мы поняли ваши успехи в русском языке. Они очевидны. Понятно, что вы в русском футболе работаете, поэтому эти слова выучили. Лука, я понимаю, что время непростое, непредсказуемое, но мы знаем, что директор спортивный готовит свою работу и окно. в любое время года. Сейчас апрель, совсем скоро открывается трансферный период, и вы, наверное, как-то анализируете ситуацию. Думаете, кого покупать, продавать. Я еще раз повторяю, непредсказуемое время, и даже были новости, что Спартак возможно добавить всех легионеров, я в это не очень верю, но такие новости были. Как Спартак собирается строить компанию летом? Брать легионеров, брать футболистов российских, продавать легионеров? В чем для меня? У меня есть разные стратегии, которые я рассматриваю, но нужно подождать и затем уже выбирать правильно. У меня есть план А, план Б, план С и план Д. Хорошо, вы обсуждаете с руководством, с владельцами, с владельцами Спартака, я не знаю, там, возможности приобретения, там, это даже трансфер за 2 миллиона евро, за 20 миллионов евро. Понятно, опять-таки, учитывая все нюансы, как здесь все вырисовывается. Нам ждать от Спартака чего-то большого летом? Или наоборот? Российские футболисты, Миша Игнатов, Чернов и так далее. Да, понятно, что апрель, но у нас сейчас с вами особые обстоятельства и ощущение, что сейчас сентябрь. Давайте представим, что сейчас сентябрь. опять-таки снова вернемся к ситуации с Бакаевым. Сейчас мы можем только ждать. Например, какое решение примет FIFA? FIFA может принять решение, которое сыграет решающую роль. По поводу Айртона, из-за решения FIFA у нас было немного аргументов, но нам повезло. Мы смогли оптимизировать эту ситуацию, несмотря на не очень сильную переговорную позицию. Поэтому сейчас сложно сказать, что мы будем делать летом. события. Лично я сейчас жду, как будут развиваться события. А вот вы знаете, сколько клубов будет в следующем году в премьер-лиге? Нет. Непростая ситуация, да? Ну, хорошо, непосредственно о вашей работе. Я лично вижу вашу работу с европейским рынком. Прекрасная сделка, на мой взгляд, с Жиго, когда вы продали и оставили в аренде игрока с Айртоном. Очевидно, ваше преимущество, человек, который работал долго в футболе европейском. Вы приехали в Россию, и мне интересно, кто ваш проводник в русском футболе? Потому что когда приезжает иностранец, неважно, тренер или директор, у него появляется человек, который его вводит в курс дела российского футбола. Кто это человек у вас? И если что, Нобель готов. Нет, я, несмотря на красный свитер, вряд ли помогу? Каждый день я получаю помощь тех, которые со мной работают. Каждый день я общаюсь пару часов с Мележниковым. Он во всем поддерживает меня. С Платоновым, Серебровым, много разных людей. Я говорю больше именно с точки зрения спортивной части. Я знаю, что в Италии директора обычно очень много общаются с агентами, с всякими посредниками и понимают, как клуб строят. Как у Спартака это на внутреннем рынке. На европейском я понимаю, у вас там все в порядке. Как внутри России это происходит у вас? Я? Я в принципе общаюсь со всеми. Встречаюсь с разными людьми, кто может дать мне информацию. У меня принцип такой. из любой встречи я могу что-то извлечь. Мы со всеми контактировали. Так и было во время зимнего трансферного рынка. Это наша политика, мы работаем очень открыто. Мы встречаемся со всеми. И так было, когда я только приехал в Москву и когда поехал в Дубай на сборы. все российские агенты, кто хотел со мной встретиться, со мной в итоге пообщались. У меня, кстати, будет три разных встречи с тремя разными агентами в ближайшие дни. Они знают, что утром я на базе, я работаю, я очень занят, а после обеда у меня больше всего свободного времени. Но в целом каждый агент может со мной пообщаться. Они приходят в офис и их принимают так же, как и любого другого. Денис сказал про судейство. Вообще сильно отличаются российские футбол реалии, судьи, агенты, журналисты от того, что было в Италии, во Франции? Большие различия? Это другой мир? Видимо, да. По поводу журналистов, я думал, что здесь будет сложнее, но в реальности я не обнаружил каких-то сложных моментов, с которыми я встречался раньше. Во-первых, здесь журналисты любят, когда мы говорим четко и ясно. Я очень рад. Я всегда говорю четко и по делу. Я стараюсь максимально четко доносить свою позицию, и я рад, что людям это нравится. в целом, если говорить о футболе, то командам здесь сложнее добиться стабильности в течение сезона. Вот пример. Следующий наш соперник, Рубин, хорошо начал сезон, а сейчас большие сложности, нет стабильности. Опять-таки, может быть, из-за отъезда легионеров и так далее, но в принципе все клубы сталкиваются с этой проблемой. Когда вы приняли предложение Спартака, был ли разговор о том с владельцем Спартака, что, Лука, вы приходите в особенный год для команды, когда празднуется столетие? И не является ли это давлением на вас и на Павлу Ваноли? Да. Да, он рассказал про юбилей, но я всегда четко высказывал свою точку зрения во время наших контактов с самого начала сезона. Я считаю, что данный клуб действительно должен начать работать усерднее. Понятно, что мы не можем вернуться просто ко второму месту прошлого сезона. Важно думать не о прошлом и о будущем, а о настоящем и о будущем. Конечно, у нас должны быть некие ориентиры в голове. И я первый, кто недоволен текущей ситуацией. Недоволен, что мы на таком месте в юбилейный год. Конечно, я хотел бы приехать сюда в Москву и всех болельщиков осчастливить. Пока мне это не удалось, и я этим недоволен. Но пока могу сказать одно. По ходу этого сезона мы должны принимать правильные решения. Да, этот сезон должен был стать временем побед, праздником. Но теперь мы должны разумно использовать этот сезон. Этот сезон жертв для того, чтобы создать задел на будущее. сезон целебрация, victoria, happiness. Для всех мы должны использовать слабо этот сезон, сезон sacrifice, чтобы строить что-то важное, о будущем. Вы знаете, когда изучали Спартак, как часто меняются тренеры, директоры, вы в курсе, как часто Спартак меняет сотрудников, высший менеджмент, генерального директора, спортивного директора. Какая у вас неустойка? Но у меня есть секрет, мне всегда везет. Мне всегда везет в самые сложные моменты, мне ничего не страшно. Другие директора могут уходить, а я останусь. Я буду проживать директора в Спартаке. Вас это не пугало, когда вы подписывали контракт? Вы же изучали, как все происходит в Спартаке. Или у вас есть какая-то абсолютно уверенность, что вам Федун доверяет на ближайшие три года? И вообще, если даже Спартак будет на десятом месте, хотя он сейчас на девятом, все равно работа продолжится. Давайте я все расскажу, как я вообще пришел в Спартак. Сначала мы пару раз пообщались по Зуму, потом мы с ним встретились лично в конце сентября, пожали друг другу руки. сентября и я подписал контракт 20 декабря или 19, не помню. Между концом сентября и концом декабря было одно слово и рукопожатие. В это время подписывали тренера, игроков, я был последним. мне было достаточно наших прежних договоренностей и ему тоже, поэтому я думаю, что вряд ли в рамках этого сезона Федун меня сменит. Я рад, что мы думаем примерно одинаково, и поэтому нет оснований думать, что это изменится. Что еще сказать? Но понятно, что есть гораздо более значимые показатели. Это результаты. Как я вам говорил, может быть, хорошие результаты будут уже тогда, когда меня здесь не будет, и люди все поймут и оценят. Возможно, что Спартак будет играть плохо, и у меня не будет возможности что-то хорошее сделать для этого клуба. Что еще сказать? Да, мне придется считаться с правилами игры. я понимаю, что сейчас я расплачиваюсь в том числе и за ошибки других. Я за все отвечаю. Вот по этому поводу, по поводу ошибок других, вы говорите, что вы не волшебник, я понимаю, что вам тяжело, нужно время, вы пришли, когда команда на девятом месте была. То есть, как вы оцените вообще состояние дела в Спартаке, в спортивном блоке, на момент вашего прихода. Это была катастрофа? Только честно. Нет, не катастрофа, нет, не катастрофа. Как я сказал, я увидел клуб, которому нужно работать, засучив рукава, чтобы стабилизировать ситуацию. В этот период мы вместе решили очень много проблем. Нам многое удалось улучшить, просто нам не повезло, не набрали достаточно очков того, чтобы это продемонстрировать. Это единственная проблема. Ну, то есть, была ситуация такая рабочая, не страшная, когда вы приходили и видели там непределенные контракты, молодых футболистов, которые не переподписали и так далее. То есть, не страшная была ситуация? Нет, 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 не катастрофа. Как я сказал, я бы не назвал этой катастрофой. Понятно, были странные вещи, на мой взгляд. Почему все молодые игроки не были переподписаны? Вот это просто странно. Еще до того, как я приехал, я просил, чтобы контракт Умярова продлили. Он играл в стартовом составе, выходил на поле. Все понимали, что он становится важным игроком для Спартака. Почему ему не продлили контракт? Если у вас будет 3-4 таких игрока в конце сезона, у вас будет 3-4 ситуации, как с Жиго. 3-4 новой ситуации. Да, я понимаю, что не все было хорошо, но именно поэтому Катани и приехал к вам из ПСЖ. Если бы у вас не было проблем, зачем вам тогда я? Мы пока еще в этом разговоре не упомянули Зарему, хотя это невероятно яркая женщина и очень заметный персонаж для Спартака и для жизни Спартака. Какова ее роль в команде и как часто вы с ней контактируете? Ну хорошо, вот вам мое мнение. Очевидно, что она поддерживает клуб во многом. Когда возникает сложная ситуация, лучше всего просто поговорить с ней. Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка действительно очень полезна. Помните, мы говорили про Умярова? Именно благодаря Зареме у него теперь длинный контракт со Спартаком. Да, просто поверьте мне. Я работал в другой команде и предложил некоторый план. Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил, что если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку нужно продлить договор, этого купить. то есть изначально мы разработали стратегию, проанализировали, и потом она была одним из тех, кто помог реализовать наш план. Зенит идет за очередным чемпионством в России. Помимо футбольных результатов. А что это за команда? Я ее не знаю. Мы знаем. Хороший ответ, лучший ответ. Очередной чемпионат забирает Зенит. В чем, помимо результатов, вы видите различия между двумя командами вне футбольного поля? Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить с вами про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя. Я пять сезонов отработал в Пассаже. За это время Пассаже завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей они для Луки не завоевали, а если его нет, значит, они вообще ничего не завоевали. Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. Я знаю, что это значит. Еще раз, на мой взгляд, Пассаже ничего не выиграл, но я знаю, что значит менталитет победителя. Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Вы проиграли, значит, надо приходить в офис не в 8 утра, как обычно, а в 7.30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже. Приехал в 9. Мы же победили. Как можно приобрести этот менталитет победителя? Вот эту психологию. Все просто. Зенит был чемпионом последние 5-6 лет, и у них этот менталитет сам сформировался. Я смотрел их игру с Ахматом первые 35 минут. Да, у Ахмата тоже были возможности, но было видно, что Ахмат играет против команды, у которой есть уверенность в победе. И мы должны были над этим работать. Вот и все. Но нигде же нет в Москве магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он же не продается. Его не купить за деньги. Его нужно прививать. Можно купить игрока, у которого есть такой менталитет. Да, это один из вариантов, но это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы. То есть вы надолго? То есть вы надолго? То есть вы надолго? Подкину вам идею. Я тут шутил с игроками, я очень хорошо знаю, что директоры в «Спартаке» постоянно меняются. Но я уже уверен в себе. Болтаю однажды с игроками на сборах и в шутку предложил, кажется, Селихову устроить тотализатор. «Все игроки сделают ставку. Сколько я проработаю директором? Две недели? Два месяца? Два часа? Предлагаю вам сделать то же самое. Мы же общаемся в эфире под гидой букмекерской конторы. Сделайте ставку на меня. Сколько я продержусь в «Спартаке»? Мы говорим о плохой компании. Вы можете спать о том, сколько я буду в жизни. Да, новая линия у «Винлайн». Да, почему нет? Почему нет? Немножечко упомянули по поводу Илья Кутепова. Мне очень интересно, есть ли определенный параллель с Ларсоном? То есть, ощущение такое же у меня, что то ли он не хочет, то ли он хочет. Что вы можете как какую-то ясность нести именно в эту ситуацию? Потому что для нас это тоже важно, так как он российский футболист, игрок сборной России. Поэтому, что вы можете по этому сказать? Кутепов? Нет, нет. Когда мы поехали на сборы в Дубай, он чуть ли не быстрее всех понимал, что хотел Ваноли и демонстрировал это на поле. Великолепно проявлял себя на тренировках. Но после этого ему не повезло, была травма. Та же самая травма, что и на сборах, рецидив. И теперь, кажется, он вроде бы набирает форму. Но тут сложно строить прогнозы. Видите, все шансы, которые у него были, он теперь потерял. Кутепов – один из игроков, с которым мы обсуждали продление контракта. Но, опять же, у него есть ответственность перед клубом. Я не могу сам принять решение. мне нужно все-таки увидеть, как игрок ведет себя на поле. Что я могу сделать? просто ждать и надеяться, что он максимально быстро вернется в строй. Но, поверьте, и вы об этом узнаете, он чуть ли не быстрее всех реагировал на те задачи, которые ставил тренер на сборах в Дубае. Мы заканчиваем. Какой миф о нашей стране для вас здесь, в Москве, подтвердился, а какой, наоборот, разбился? Ну, даже не знаю. All correct. Какие вообще есть стереотипы? Медведи на улицах, все русские пьют водку. Что еще? Какие стереотипы есть? У вас, армян? Всегда холодно. Да, всегда холодно. Холодно, да. Погода плохая. Есть кое-что, но если я скажу, то все начнут шутить про мои итальянские корни. Мне бы лично очень хотелось. Ну, капучино пьет после обеда, да? Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы везде можно было найти спагетти аль денте. Вот что я вспомнил. Когда я приехал, было очень холодно. 10 января. Я приехал, было минус 15, по-моему, все пять дней было. А я выходил курить на улицу. У меня-то опыта нет с российской землей, поэтому я не был так тепло одет. И еще в Москве пробки. Это еще одна проблема. Нужно рассчитывать время и расстояние заранее. есть такое место, оно называется метро. Спартак – единственная команда в чемпионате России, которая ездила на игру Лиги чемпионов на метро из-за трафика. Представляете? Правда? Ну, теперь буду знать. Но не помогло, проиграли. Но не помогло, проиграли. Пропустили на первой или второй минуте от интро тогда. Вы ведь в свое время были журналистом и писали статьи. Был ли случай, когда вы написали какую-нибудь статью и на вас обиделся клуб или кто-то из представителей клуба или футболист? В юности, честно говоря, я не парюсь. Нет, просто у нас эта ситуация животрепещущая. Уверен, никого в Спартаке я уж точно не обижал. Нет, 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 конечно, не про эту часть. Просто дело в том, что Спартак написал письмо официальному вещателю Матч ТВ, компании, которая показывает российский чемпионат с просьбой отстранить от комментирования своих игр нашего друга и коллегу Константина Генича, который является постоянным участником нашей программы. И, собственно говоря, по этой же причине он сегодня здесь на записи не присутствует. Очень расстроены. И хотим спросить у вас, влияете ли вы как-то на эти истории и ваше личное отношение к такому подходу? Ну, во-первых, я не могу сейчас высказывать мнение по этому поводу. Я думаю, что это понятно. Это то же самое, если бы я спросил игрока, нравится ли ему играть по схеме 4-4-2. Он вам скажет, что нет. А тренер тогда что? Понятно, что я должен уважать решение клуба, и поэтому решение моего клуба лучшее по определению. Я не знаю деталей ситуации. Вы меня спрашиваете про какие-то вещи, о которых я ничего не знаю. Я же не знаком с этой ситуацией. Я доверяю тому, что делает мой клуб. Ну и клуб меня тоже поддерживает. Это нормальная ситуация. Но давайте я поговорю об этом с Дмитрием. Но помните, мы говорили о судье. Мы должны уважать людей, которые совершают ошибки. Они же трудятся и совершают ошибки во время работы. Да, за каждой ошибкой стоят некие факторы. Я пытаюсь не совершать ошибки, но не получается. Я знаю, что я не идеален. Вы думаете, что привезли сюда идеального итальянца? Нет, в мире идеальных итальянцев. Это невозможно. Еще раз повторю. Эта история мне неизвестна, поэтому мнение высказать не могу. Я считаю, что если клуб так решил, значит, так и нужно было. Если бы это касалось моей работы, я бы мог высказать свое мнение. Может быть, я бы пытался защитить свое мнение, но по тем аспектам, которые не касаются моей работы, я доверяю клубу. Лука, огромное спасибо. Было очень интересно. Я думаю, что мы получили массу полезной информации. Болельщики Спартака получили. Очень важные для себя мысли от директора клуба, который сейчас строит новый Спартак. Да, ну и давай скажем, что все-таки идеальные итальянцы существуют, Моника Белучина. И Андриана Челентано. Конечно, ну что у нас. Лучше Моника Белучи. Лучше Моника. И Александр Рудольфи. Нет, стойте. Я хочу, чтобы вы сейчас сделали ставки на то, сколько я продержусь в Спартаке. Я хочу услышать вас. Каждого. Окей. Я хочу увидеть вашу персональность. Летом уедете. Летом уедете. Что значит? Этим летом? На этом салоне. Окей. После? Два года. Два года. На второй год уедете, в смысле? Полный год у вас будет? Я думаю, что год. Год. Один год. У вас точно будет год, потому что это невозможно постоянно менять руководителя. Вас понял. Спасибо особенно вам. Вы мой большой друг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.